всем привет ребят с вами мистер ванька и сегодня записываю новый ролик сегодня у нас неочередную внеочередной ролик наверно таких так можно было бы его барах охарактеризовать потому что он связан с нашими челленджами которые уже стартуют буквально через два дня сегодня у нас на дворе 30 30 августа и уже первого числа если ничего конечно же не произойдет и никто там не переместит дату начала нашего сентябрьского уже челленджа на например 2 или 3 как бывало у нас раньше то первого числа уже начнется новый интереснейший челлендж сегодня хотел бы рассказать именно таки про него рассказать про новую войну потому что кто уже с не ознакомился у кого-то уже возникают вопросы кто-то даже в какой-то степени начинает уже гореть потому что там есть такие задания которые выполнять довольно таки долго но я сегодня хотел бы рассказать свою точку зрения по всему этому поводу я уже немножко даже на калькуляторе посчитал какие-то определенные вещи что касаемо 125 тысяч очков это очень много показалось мне но немножко посчитав я вам могу сказать так если грубо говоря каждую катку матчмейкинге брать по 500 опыта то вы набьете 125 тысяч по ходу данного челленджа то есть грубо говоря на тот момент когда у вас будет 1750 звезд вы уже набьете данное большое количество очков да безусловно когда вы смотрите на эти цифры когда их сам увидел 125 тысяч я думал чё это чё реально вообще 125 к как его сделать это же просто нереально большое количество но когда я взял калькулятор посчитал какое количество каток нужно дабы получить при 500 опыта за катку получить данную данную именно такие ачивку можно так сказать в войне то я понял что грубо говоря набивая по 6 звезд в каждой катке при этом набивая по 500 опыта в ней соответственно вы можете спокойнейшим образом закончить челлендж уже с набитыми 125 тысячами очков и при всем этом раскладе я могу сказать то что по сути все другие задания которые имеются там и захват флага то есть там на привести 150 флагов либо мечей либо флагов в режиме штурма это ну это несложно это несложно это объективно можно все быстро сделать плюс там топ 3 я думаю что для всех тех ребят которые набивают звезды в мм это не составляет большого труда но для меня так тем более как бы если постоянно собираюсь брать по топчику то есть по 6 звезд по первому второму месту то для меня это вообще не является никакой большой проблемой я думаю что у меня все это дело получится довольно таки грамотно зарабатывать что касаемо данного челленджа что касаемо главных призов уже они были анонсированы раньше я об этом не говорил но сегодня могу смело вам рассказать может быть кто-то еще не знает кто-то не в курсе у нас за последний уровень челленджа вы получаете контерне контейнер xd из которого выпадает любой скин xd которого у вас нету понятное дело что может вам повезти может что-то годное упасть но может например упасть какой-нибудь momont xd либо например вулканчик который вообще никому не нужен тут как говорится как удача как карта ляжет как как повезет вам в общем и целом может быть мне повезет может мне упадет страйкер xd но я конечно не верю в такие вот чудеса поэтому я более чем уверен что вот мне например упадет с последнего уровня momont xd а вы можете написать в комментариях свое мнение по этому поводу и вообще написать что вы думаете что вам дроп вот вы выполняете челлендж и что вы думаете что вам упадет с последнего контейнер xd вот я думаю почему-то что мне упадет вулкан xd потому что я знаю свое везение я знаю что те xd которые мне реально нравятся и которые бы я бы хотел бы иметь на своем аккаунте мне не сто процентов не упадут я не знаю ну мне вот так кажется я вот блин более чем уверен что вот из всех этих их стих которые мне вот нравится например смока например твинс молот тот же и страйкер ни одна из этих их стишек мне не упадет может упасть какой-нибудь вулканы зида мама ну в общем то что мне вот сто процентов вообще не интересно и то что для меня вообще абсолютно ну не имеет никакого значения я точно не буду там на них играть красоваться и все такое а вот если бы мне упал бы например страйкер очи как стив это было бы уже совсем совсем другое движение и это была бы та самая ксишка на которой бы я бы хотел бы катать нагибать и мне она бы реально нравилось потому что ну по сути катать на страйкере на котором последнее время я уделяю очень мало внимания при том что у меня будет xd с этого самого контейнера это будет вообще достойно поэтому друзья я могу сегодня уже с уверенностью сказать что если челлендж начнется первого числа 1 сентября это у нас воскресенье тоже дайте от меня довольно таки продолжительные стримы нереальный упор на матчмейкинг и я попытаюсь набить наверное свой самый быстрый челлендж есть определенное вооружение которое мне безумно нравится из которым я при любом раскладе буду играть в матчмейкинг я не буду его менять потому что она мне просто всем нравится я знаю что с этим вооружением у меня удастся набить данный челлендж довольно таки быстро и если мне ничего не помешает не помешают там не знаю какие-нибудь параномаль паранормальные явления там я не знаю там может какие-нибудь грозы еще что-то интернета отрубки и все такое то я думаю что мой челлендж набьем очень быстро все будет у нас сочно аппетитно на гибатор ски и я получу свой контейнер xt открою его покажу что мне дропнула и скажу уже какое-то свое определенное мнение по этому всему поводу может быть мне упадет что-то круто я вам скажу быстро быстро бейте челлендж пока падает реально какая-то жесткая гонота может быть мне упадет какой-нибудь вулканчик xt я скажу да ну его нафиг лучше бы я бы не бил бы вообще этот челлендж и не обращал бы на него внимание также хотел бы сказать то что в этом месяце у меня будет бесплатный боевой пропуск и в во всех последующих челленджах у меня уже грубо говоря он будет постоянно бесплатный почему с чем это связано в сентябрьском челленджа нам дадут за цепочку только за цепочку 70 танкой на за войну если вы все ее грамотно сделаете все пройдете вам дают 300 танкой на ко всему этому у вас накапливаются недельные контейнеры с которых также даются танкой грубо говоря если все округлить то в месяц у вас выходит около 450 танкой на то есть уже у вас грубо говоря еще 50 танкой на и есть в гараже боевой пропуск ну который нужен для челленджа дабы получить нижнюю цепочку всех этих нагибаторских призов поэтому при всем там раскладе то что я купил первый раз 800 если не ошибаюсь 40 танкой на может ошибаюсь не знаю короче грубо говоря 800 танкой на все купил я 500 потратил на боевой пропуск и я отлично знаю что сейчас я получил 300 танкой на в за войну еще не открыл недельные контейнеры которые у меня имеются в гараже но они мне не пригодятся и при покупке нового боевого пропуска следующий у меня также спокойнейшим образом будет потому что я буду фармить танкой на и мне не не надо будет вообще вкладывать никакие деньги в игру поэтому все эти ребята да даже я сам когда говорил что там коины это прям про просто сука вытряхивание денег да с какой-то стороны она может быть так но если вы играете если вы делаете акценты на челленджи то грубо говоря те самые боевые пропуски которые я каждый месяц покупал в дальнейшем я смогу их получать абсолютно бесплатно просто играя как я это делал раньше пиля тот самый контент проходя эти челленджи бесплатно получая те самые боевые пропуска это пожалуй все что я хотел вам рассказать сегодня если вам понравился данный видеоролик и выводы смотрели до конца вы не поставили еще если лайк то обязательно не забудьте его прямо сейчас поставить подписаться на канал если вам нравится то что я делаю просто возьмите подпишитесь я вас не заставляю но если вы подпишитесь мне будет безумно приятно ну и также хотел бы вам напомнить то что если у вас нажат колокольчик то вы самыми первыми узнаете о новых видосах в которых может быть какая-то уникальная информация либо же узнаете о каком-нибудь нестандартном стриме потому что стандартное время проведения наших стримов это 10 по мск вечера но бывает такое что вот например сейчас у нас воскресенье начнется челлендж и и вдруг появится у меня стрим в 10 утра а вы не будете его знать а вы если возьмете и поставите колокольчик аппетитно срочно на гибаторский все узнаете и будете в курсе придете будете вместе со мной набивать звезды смотреть как это все получается и стараться так же само как и я быстро получить контейнер xd всем ребят спасибо за просмотр данного видеоролика с вами был мистер ванька всем удачи и всем пока